тема кластридии бациллы лектор доцентра химжанова план лекции представлен на данном слайде бактерии рода кластридиум являются строгими анаэробами грамм положительные палочки образуют споры имеет верительное образную форму полиморфный кроме кластридиум перф ринген все подвижные имеет 15-20 жгутиков перитрихии кластридиум перф рингенс образует капсулу продуцирует экзотоксины кластридиум обладает разнообразной биохимической активностью многие являются патогенами для человека кластридиум относится к семейству бацилла c род кластридиум возбудителем газовой гангрены являются кластридиум перф рингенс кластридиум новий септикум и хистолитику возбудитель батулизма это кластридиум батулину и столбняк кластридиум титани кластридиум титани возбудитель столбняка это грамм положительная палочка подвижная закругленными концами образует терминальные споры это строгий анаэроб хорошо растет в жидких питательных средах присутствие вне глюкозы кусочков печени или мышц среда нейтральная слабокислая на плотных средах это кровяной лепеченочный агар при полном отсутствии кислорода колонии вырастают через двое четверо суток они сероватые имеет неровную зернистую поверхность шероховатые края имеется зона гемолиза диаметр где-то 2-5 миллиметров на скошенном агаре в виде нитевидных отростков имеет слабые протилитические свойства отдельные штаммы ферментирует глюкозу сбраживает молоко продуцирует экзотоксин который состоит из нейротоксина титаноспазмин и титаногемолизин который растворяет эритроциты антигенная структура неоднородная определяется наличием h антигенов и групповых соматических у антигенов но наиболее распространенные пути заражения столбняком здесь представлены на данном слайде это и укусы животных огнестрельные ножевые ранения колотые раны от осколков гвоздей проволокой проколы нестерильной иглой патогенез столбняка источником является загрязненная спорами почва пути заражения это попадание спор в раневую поверхность через микротравмы через грязные грязные инструменты грязный перевязочный материал локализация локализуется в тканях вокруг раны там происходит размножение возбудителя он начинает выделять токсин токсин накапливается и далее распространяется по нейронным путям и накапливается в двигательных центрах инкубационный период столбняка это три дня и почти до месяца может длиться ну и в клинической картине это спазм жевательных мышц затрудненное глотание напряжение мышц отылка спины судороги титанического характера могут быть повышенная температура ясное сознание профилактика столбняка является это развитие иммунитета напряженный длительность связан с вакцинацией профилактика это акдс-адс прививки делаются детям с трех месяцев трижды для пассивной иммунитета водится против столбнячный человеческий иммуноглобулин который вводит дробно по безредкой ну и контингентом для экстренной вакцинации против столбняка являются люди получившие травмы ожоги отморожения укусы затем какие-то колотые раны газовая гангрена возбудителями газовой гангрены являются кластридиум перфингенс кластридиум септикум кластридиум перфингенс это длинная грамм положительная неподвижная палочка споры овальные терминально расположены имеет перитрихии кластридиум перфингенс имеет серовары группы а b c d и f хорошо растет на жидких питательных средах приготовленных из гидролизатов мяса или козеина при росте наблюдается три вида колонии это гладкие с колоний слизистый м и шероховатый р на кровяном агаре дает зону гемолиза обладает протилитическими свойствами растворяет желатин свертывает молоко сбраживает глюкозу галактозу мальтозу некоторые штаммы разлагают глицерин и инулин кластридиум септикум это полиморфная грамм положительная палочка с субтерминальными спорами строгий анаэроп на плотных питательных средах образует р колонии зона гемолиза появляется на вторые сутки ферментирует с образованием кислоты глюкозу мальтозу лактозу разжижает желатин свертывает молоко альфа токсин или лицетина за обладает свойствами летальными гемолитическими дерма некротическими вызывает изменения в мышцах это некроз здоровой ткани интоксикации организма течение профилактика это обработка ран ведение раннее введение поливалентной антитоксической очищенной концентрированной сыворотки по 10 тысяч единиц для профилактики а для лечения дозу увеличивать пять раз применяют антибиотики комплексное лечение дает лучший эффект возбудитель ботулизма кластридиум ботулину это грамм положительная палочка закругленными концами размером 48 микрометра в длину поперек 0608 микрометра спора расположена субтерминально имеются перитрихи количество жгутиков от 3 до 20 строгий анайроб растет на среде кита тороцис с выпадением в осадок на кровяном агаре дает гемолиз на желатине это прозрачные колонии зонами разжижения эпидемиологии патент генез ботулизма значит источником является зараженная пища пути заражения алиментарные главный фактор патогенности это экзотоксин смертельная доза 1 микрограмм состоит из частицы отвечающие за адсорбцию на рецепторах чувствительных клеток вторая часть отвечает за проникновение внутрь клетки путем эндоцитоза попав из кишечника кровь токсин блокирует работу периферических нервных окончаний термолобилин разрушается при кипячении ну ботулизм вначале протекает по типу пищевой токсикой инфекции затем поражаются бульбарные нервные окончания нарушается зрение появляется светобоязнь и асфиксия летальность составляет 6 до 60 процентов профилактика лечения после инфекционного иммунитета нет для специфической профилактики препарат ботокс антибиотики не эффекты не эффективны для идентификации токсина используют реакцию непрямой гемоглютинации и иммуноферментный анализ рот бациллус вид бациллус антрацис это очень крупные 5-10 в длину и 1-2 микрометра в ширину грамм положительные палочки с обрубленными концами это стрептобациллы слегка утолщены на концах и образуется членение они неподвижно образует центрально расположены споры и капсулу аэробы хорошо растут на простых средах на картофеле злаках и бобовых на средах образует р колонии на свернутой с колонии р форма патогена она обладает сахаропротео и липолитической активностью антигенная структура содержит родовой соматический полисахаридный у антиген и видовой капсульный антиген факторами фатогенности является капсула которая обладает антифагоцитарной активностью и экзотоксин вызывающий отек легких в окружающей среде вегетативная форма неустойчива а вот споры очень устойчиво сохраняется в воде до 10 лет в почве могут до 30 лет выдерживать кипячение и автоклавирование чувствительны к антибиотикам вегетативную форму чувствительны к обычным антисептикам и дезинфектантам а споры как те к активированным раствором хлорамина формальдегида перекиси водорода источником инфекции являются больные животные человек чаще заражается контактным путем входные ворота это поврежденная кожа реже слизистые дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта на месте внедрения образуется сибири язвенный карбунку затем возбудитель макрофагами заносится в региональные лимфоузлы возникает воспаление без нарушения бронь барьерной функции при вдыхании в трахеобронхиальные узлы вызывает некроз возможно генерализации инфекции инкубационный период от нескольких часов до 12 дней различает кожную легочную и кишечную форму сибирской язвы возможно генерализация процесса при которой летальность составляет 100 процентов при кожной 5 процентов материалом для исследования является содержимое карбункула мокрота испражнения также кровь и моча при патологоанатомическом исследовании это кусочки органов или целые органы при эпидемиологическом это объект окружающей среды микробиологическая диагностика сибирской язвы включает бактериоскопию то есть исследование мазка который мы окрашиваем по грамму романовскому гимзе и можем наблюдать положить грамм положительные крупные стрептобациллы юминесцентная микроскопия значит там мы видим палочки с ободком светящийся зеленоватым светом и выделение чистой культуры это мясо пептонный агар мясо пептонный бульон заражает лабораторных мышей и свинок и в результате положительной реакции получается желатин в виде перевернутой елочки и отсутствие подвижности биопроба берется патологический материал который подкожно вводится лабораторным животным через 10 дней исследуют органы животных на вскрытие значит наблюдается отек в месте введения исследуемого материала кровоизлияние в клетчатке селезенка рыхлая печень наоборот плотная и красная также имеется темная несвернувшаяся кровь серодиагностика проводится рпга сибири язвенным антигеном также реакции иммунофлюорсенсы иммуноферментный анализ реакции связывания комплимента реакции непрямой гемоглютинации реакции при цепи тации и реакция термо при цепи тации по асколе при отрицательных бактериологических исследований для ретроспективной диагностики ставят аллергические пробы с антроксином профилактика значит направлена на источники инфекции то есть это оздоровление животных направлены на разрыв механизма и пути передачи инфекции также направлен на восприимчивый коллектив специфическая профилактика это живая сибири язвенная вакцина стоит для экстренной профилактики используется сибири язвенный иммуноглобулин лечение это антибиотики сибири язвенный иммуноглобулин спасибо за внимание